Решение линейных неравенств Называют обычно решением неравенства с переменной Рассмотрим, например, неравенство 2х плюс 5 меньше 7 Подставив вместо х значение 0, получим 5 меньше 7 Верное неравенство, значит х равняется 0 Решение данного неравенства Подставив вместо х значение 1, получим 7 меньше 7 Неверное неравенство Поэтому х равняется 1 не является решением данного неравенства Подставив вместо х значение минус 3, получим Минус 6 плюс 5 меньше 7 То есть минус 1 меньше 7 Верное неравенство Следовательно, х равняется минус 3 Решение данного неравенства Подставив вместо х значение 2,5, получим 2 умножить на 2,5 плюс 5 меньше 7 То есть 10 меньше 7 Неверное неравенство Значит, х равняется 2,5 не является решением неравенства Но вы же понимаете, что это тупиковый путь Ни один математик не станет так решать неравенство Ведь все числа невозможно перебрать Вот тут-то и нужно использовать свойства числовых неравенств Рассуждая следующим образом Нас интересуют такие числа х При которых 2х плюс 5 меньше 7 Верное числовое неравенство Но тогда и 2х плюс 5 минус 5 Меньше 7 минус 5 Верное неравенство Согласно свойству 2 К обеим частям неравенства прибавили одно и то же число Минус 5 Получили более простое неравенство 2х меньше 2 Разделив обе его части на положительное число 2 Получим На основании свойства 3 Верное неравенство х меньше 1 Что это значит? Это значит, что решением неравенства Является любое число х, которое меньше 1 Эти числа заполняют открытый луч Минус бесконечность 1 Обычно говорят, что этот луч Решение неравенства 2х плюс 5 меньше 7 Точнее было бы говорить о множестве решений Но математики, как всегда, экономны в словах Таким образом, можно использовать два варианта записи решений данного неравенства х меньше 1 Или минус бесконечность 1 Свойства числовых неравенств позволяют руководствоваться при решении неравенств следующими правилами Правило первое Любой член неравенства можно перенести из одной части неравенства в другую с противоположным знаком, не изменив при этом знак неравенства Правило второе Обе части неравенства можно умножить или разделить на одно и то же положительное число не изменив при этом знак неравенства Правило третье. Обе части неравенства можно умножить или разделить на одно и то же отрицательное число, изменив при этом знак неравенства на противоположный. Применим эти правила для решения линейных неравенств, то есть неравенств, сводящихся к виду ax плюс b больше 0, или ax плюс b меньше 0, где a и b – любые числа, за исключением 0. Пример первый. Решить неравенство. 3x минус 5 больше либо равняется 7x минус 15. Решение. Перенесем член 7x в левую часть неравенства, а член минус 5 в правую часть неравенства, не забыв при этом изменить знаки и у члена 7x, и у члена минус 5. Руководствуемся правилом 1. Тогда получим. 3x минус 7x больше либо равно минус 15 плюс 5, то есть минус 4x больше либо равно минус 10. Разделим обе части последнего неравенства на одно и то же отрицательное число минус 4, не забыв при этом перейти к неравенству противоположного смысла, руководствуясь правилом 3. Получим. x меньше либо равно 2,5. Это и есть решение заданного неравенства. Как мы условились, для записи решения можно использовать обозначение соответствующего промежутка числовой прямой, минус бесконечность 2,5. Ответ. x меньше либо равно 2,5. Или минус бесконечность 2,5. Для неравенств, как и для уравнений, вводится понятие равносильности. Неравенство f от x меньше g от x, r от x меньше s от x, называют равносильными, если они имеют одинаковые решения. Или, в частности, если оба неравенства не имеют решений. Обычно при решении неравенства стараются заменить данное неравенство более простым, но равносильным ему. Такую замену называют равносильным преобразованием неравенства. Эти преобразования как раз и указаны в сформулированных выше правилах 1, 3. Пример 2. Решить неравенство. x, деленное на 3, плюс 2x минус 1, деленное на 5, больше чем 2x минус 1,15. Решение. Умножим обе части неравенства на положительное число 15, оставив знак неравенства без изменения. Правило 2. Это позволит нам освободиться от знаменателей, то есть перейти к более простому неравенству равносильному данному. Раскрываем скобки, упрощаем, приводим подобные слагаемые, воспользовавшись для последнего неравенства правилом 1, получим равносильное ему более простое неравенство. Приведем подобные. Наконец, применив правило третье, получим x меньше минус 2,19. Ответ. В заключении заметим, что используя свойства числовых неравенств, мы в этом параграфе учились решать не любое неравенство с переменной, а только такое, которое после ряда простейших преобразований, типа тех, что были выполнены в примерах из этого параграфа, принимает вид ax больше b. Вместо знака больше может быть, разумеется, любой другой знак неравенства, строго или не строго.